привет вас амигос кто-то кинул засту заявку на ваши игры игру rose trooper я так бы называется не трипер точно вот игра естественно древняя как говно диплодока нету даже графики блин 1920 на 1080 приходится 1600 на 1200 играть надо ладно уже мы рейверы и не такой видали в общем то давай понеслась один игрок новая игра нормальный тяжелая резнячу средненького нет мне пожалуй нормально знаю что древние игры они сложны просто как как я не знаю как китайский кроссворды каким я сразу увидел этих голубых солдат это как эти оновцы ну наоборот у тех каски голубые у этих кожа голубая на субтитры не не слышал вспомнил сразу этот мультфильм космические спасатели нанта gt марша где там у них был этот марселла марселла пол инопланетянин договор с голубой кожи а там все враги у них такие были голубые непонятно только почему у них глаза как у вареной рыбы белые это это не просто красные фонарики у них на дельтовидных это инфракрасные отражатели управляемых ракет ептать это дедовщина видите духи уже сдриснули а эти идут идут старослужащие говорит ну чё воевать пойдем данного нахуй мне говорит пару дней для дембеля остался я понимаю что у этого петушиный гребешок прическа у того который перед ним был чё за 3 3 треугольных куличика на голове эти их капсулы для катапультирования без никакой амортизации напоминает мне какие-то кабинки для туалета но что способствует понятного если так катапультирует то реально можно обосраться в полете я как-то в мире животных смотрел как лягушки рожают вот очень похожие зрелищ на самом деле если с такой высоты видно вспышки то это какие-то но неебически огромные взрывы и мы видим здесь дом ордосов из дюны 2 посмотрите какая здоровая базука у этого человека блять справа у них у всех они мне кажется просто я не знаю он может самого себя из нее просто в небо выпустить это просто жопа какие-то какие-то баллистическими ракеты межконтинентальными должно стрелять но он видите дырка как раз чтобы как раз как ахи смыть потом в этой графике даже иногда непонятно что летит вверх что летит вниз это ловушка крикнул человек которому уже некуда деваться он крикнул форточку главное ничего то что я не вижу них на уж наушников с какой-либо связью отсчет а заставка понятно где дед спейс свои экраны загрузки скрысил кварцевая зона а теперь смотрите впервые что-то перевели в этой игре достойный аплодисмент если бы я не знал что это кварцевая зона я бы спать не смог если там подушка безопасности нету был ли он пристегнут чем-то кроме вот этих двух арматурин нет интересно ничего холода вообще не боятся что-то получите свои координаты чё чё нажать надо мне уже страшно только что на экране горела кнопку и ходить могу смотрите какой прикол на экране горела кнопка еда я нажимал ничего не происходило я полез настройки управления посмотреть чушь за дела сейчас покажу бля вот раньше игры делали смотрите действие я нажимаю кнопку английская е русская у здесь появляется цифра 6 смотрите граната на f бросается я хочу гранату бросить ноге здесь появляется кнопка это то что в украинском языке по-моему буква и микрамины на кью я нажимаю на кью получаю какую-то ё блять аптечка течку я хочу на на х на ай на эш это типа health получаю вообще букву из китайского языка следующий вид гранат пиздец джи джи под блять что такое джи под давайте на того вот так работает исправно теперь да теперь давайте разберемся как идти вперед в sd но он не ходит вот сейчас я нажимаю в получаю букву блять о сука с точечками жму назад получаю у блять с точечками влево право блять присесть на control и уточним левый control прыжу прикрыть shift левый shift пробел все вы так должно прыжок и жить точно пробел пробел как я давненько не видел игр где в которых перед тем как играть надо сначала управление блять она все равно не работает ёбаный ты в рот блять а чё за нахуй игра такая да скажи мне что управление сбилась эти вы ебу нет не сбилась а почему тогда он не ходит почему этот ублюдок не ходит мышь клавиатура тут что другое какой-то другие какие-то варианты издайте от джойстик подключу может я блять джойстик поиграть смогу вот в этот шедевр блять или может здесь нужна древняя клавиатура того года блин каменная а xbox 360 контроллер мазафака заебись чё может теперь хоть ёптой заиграем я офигею если да хуй там плавал я бы мышка-то заработать блять как ходить-то в этом говне ёптой мать обучение должен был смотреть теперь видимо я должен ее послушать прежде чем дадут сделать шаг состояние здоровья блять я бы его и так заметил непонятно ждем задание сделай первый шаг солдат смотрите стрелки радара это все я должен стоять на месте и охуевать от этого обучения вот джетпад басадская классно а вот теперь можем двигаться ёбнутся можно блять какое говно блять нахуй мне снайперский прицел то если мы блять в упор воюем чувствительность мыши просто зашкаливает поражает пиздец поражает воображение как и точность этого спецназовца мамку я его блять делал придурок на сука ну и оптика здесь вот местный джон рэмбо судя по какой-то местной команда судя по этим знать почему стоит он тоже обучение проходит блять чувак в это закрывай подсказки сейчас сходить ходить дадут вот прошел обучение молодец блять почему горизонтальная наводка почему по горизонтали вообще еле движется сука мышь а по вертикали вот так вот она по горизонтали еле-еле черт это должна быть просто неебически классная игра учитывая сколько я уже занимаюсь настройками горизонтальная чувствительность сто процентов я думаю что надо 150 минимум ставить вертикальную надо убавлять потому что по вертикали целиться приходится гораздо реже стало ли лучше нет не стало еще раз такое ощущение что я это блять где-то в меню настраиваю потому что здесь не похоже чтобы на 200 процентов стало быстрее есть эпичнейший кувырок вы можете бросать гранат я уже кнопку кто забыл ох уж этот этот старый добрый скрипт а я понял это игра про дедушка гирсов какая-то прабабушка гирсов вар этот древний скрипт знаете что когда враги вылезают типа неуязвимы пока не вылезут так раньше из вертолетов там кто-нибудь прыгает по канату едет и не можешь в этот момент убить пока умрят не высадится окончательно довольно интересный способ стрельбы выбрал наш команду это не от бедра это от яиц его в упор в спину убил какой-то местный боба фэт продолжает бускать его ногами а тот кто должен был его прикрывать сейчас будет за него адски мстить также в спину в упор он оторвал ему косички тот умер от блять от болевого шока какая у него пупырчатая прикольная прикольный шлем только что наш друг лежал на животе теперь он лежит на спине хотя он с трудом шевелится он успел перед сном сказать и говорить извини и пластейшн я тебе не оставлю чувак ты погиб ну я отомщу за тебя за за обаму и демократию а сейчас так эти в жопу еще кинжал воткнул а смертнички у них не висят на цепочке на шее они у них вшиты удобно зашиты сзади в шею это это блять чё магнит на холодильник что ли и теперь я разговариваю со своим биочип гуннера в вашем ружье когда перекрытия целое ёпта я понял как и стать супер солдатом в этой игре надо убить кучу своих забрать у них вот эти биочипы короче и наклеить их на свою пушку как можно это какая-то в горце помните с дунканом маклаудом ты получаешь силу того кого убил снова дико дико техничная стрельба гуннер продолжает чё-то пиздеть под руку там там я вижу армата приехала рукопашный поединок на ножах отнюдь не конек главного героя один прогиб и типа а это было это был не наш герой вот мы видим что т-14 армата уже ведет огонь из своей беспилотной башни лазука может сбивать маленький башни на танке блэк какая лазука блядь что такое лазука на так его от лазука маленькая башня то что светится наверно кс верхних увеличить уменьшить здесь нету кнопки задержать дыхание поэтому руки дрожат влять у нашего спецназовца как у синебола но мне кажется что мне надо стрелять из лазуки но у меня нету у меня есть гуннер и пистолет у меня нет никакой нахуй лазуки что такое лазука блять ничего в гугле гуглина а вот лазука это лазу а это это базука наверное хотели написать как ее взять таблить в юб ты нахуй не базу к это труба блять закладная канализационная сейчас сейчас будем фоткать походу улыбочку сэлфи и чё это а это типа дживелирный американский сначала взлетает вверх потом летит вниз инопланетная технология подозрительно похоже на американское вооружение и тут наша пехота воспряла духом и пошла атаковать этот я понял это танк кобра из бэтмена помните там тоже такие были по-моему я только что нихуевого греб тут эти синие кристаллы этого меридия или как там который старкрафте добывали еще не запоздал и десантелла принес мне свой это биочип урон урон нанеченный урон нанеченный вам нельзя восстановить чтобы вылечить постоянный урон используя аптечку нажмите чё укол в подмышку и мы бодрячком лично личная аптечка мне нравится она работает бэкман даст вам боеприпасы и аптечки если у вас закончится надо запомнить лицо этого бэкмана он походу очень полезный чел юный тут уэйт блять граната пошла ёп твою мать ничего себе видимо это граната с каучуковой обшивкой да сука с такой тряской рук только и снайперки и стрелять серьезно просто лучше так не надо 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 успеть занять позицию да граната пошла метка четко этот чувак мне должен боеприпасами снабжать он мне гранату даст еще одно интереснее тут мы видим моих братьев клонов которые даже мы даже одеты все в едином стиле мы все без мая козыряем бит сухами широчайшими только после того как по ним стали попадать враги поняли что по ним стреляют у них видимо шлемы с шумоподавлением а может это музыку слушают как он заход в корму да не слабо интересно зачем они ездят на этих на этих елдаках если можно было придумать какие-нибудь джипы высаживаться с самолетов тоже неплохой вариант но они прорывают себе подземные дыры удаленные цели поражайте с помощью лицела гуннера какой обалденный совет господи вот это что лица цели удаленные этот чувак меня подпер меня пизданули он так отвернулся типа типа он вообще не при делах да пошла ты нахер себе подсказать какие они нахуй удаленные вон они понимаешь что блять невозможно из этой снайперки вообще целиться она непригодна для стрельбы блять если у тебя руки дритры дрожат с похмела с такого я про главного героя пиздец это невозможно нахуй из нее целиться это самое блять отвратительное снайперское снайперское оружие за всю историю мать его игр просто ничего более облевотного я в жизни не видел чтобы блять настолько тресся прицел и твоя задача как снайпера просто попытаться выстрелить нужный момент когда этот когда рука дрогнет в правильную сторону и наведется на противника горизонтальная наводка продолжает просто просто радовать меня до безобразия своим поведением она то работает то нет гранатами можно целиться с большей эффективности оказывается обалдеть может блять пиздец охуенное управление у гранат то есть ты нажимаешь на гранату и он ее бросит когда ты нажмешь еще раз а не когда ты отпустишь как во всех блять нормальных играх нахуй надо целиться гранатами стоять аптечка восстанавливает неполное здоровье я вообще в принципе не люблю шутеры про перестрелки поэтому это это шутеры тоже вызывает мне только боль в яичках больше ничего вместе со своей уебищной снайперкой и прицелами гранаты разбивайте хопы с помощью зенитной пушки ху или холлой но это наверно самолетики так понимаю анимация посадки блять зенитку меня просто порадовало даже не знаю какие самолеты наши какие не наши надо ли делать какую-то поправку один хоп-хоп мы уже завалили еще один летает мне кажется достаточно просто стрелять в сторону этого самолета потому что такое ощущение что я стреляю холостыми из пушки только пламя вылетает никакой снаряд дальний летит так мы прорвались куда мы вообще идем с и чем мы делаем на планете тут ничего кроме камней нет он замини разминировал заминировал невидимой миной укрывайтесь если очень ценные советы блять а выглядеть как-то можно из-за поворота отлично бросил тут главное не забывать что ты в этой игре человек из будущего она не рассчитана на такой высокий интеллект а не рассчитано что ты мастерский уже в rainbow six играешь ладно мастерский то я уж переборщил быть о самое время реализовать снайпер он так так вниз опускает ствол что как будто сейчас уснет на вкус не в руках кто последний тот пизда сказали они побежали к пулемету смотреть я представляю как он блять из сука из пистолет стреляет тогда если он но пистолет у пистолета вечные патроны погоди я посру тут присяду и тут внезапное появление очередного елдака подземного и моего напарника пилит у нас на глазах он истекает чернилами мы за каким-то хером разбазариваем гранаты хотя могли просто туда очередь выпустить и вот еще один био чип достанется нам сейчас даже проверять не будем жив он или нет сразу вырезаем у него мужичок и приклеиваем его на рюкзак смотрите он еще дергает рукой что как бы доказывает что он был просто без сознания рот братан ты нахуя мне это сделал я не хочу быть твоим рюкзаком до конца своей жизни верни мне обратно таки шо происходит отлично потрачено времени жизни 12 с половиной минут открытые ролики целых два ну правильно левый правый и правый можно ездить открытые статьи аж 9 статьи уже успел открывать господи интересно кому они нужны о чем думал разработчик игра то в массы в культовый не стала в массы не пошла какими-то неведомыми маршрутами мы преодолели охрененно здоровое расстояние и пришли попали на местные амаха бич судя по всему где огромный мини-ган поливает поливаясь их сверху просто каким-то образом в этой мясорубке все перемешались то есть да посмотрите стоят наши со всех сторон и их со всех сторон ну вот уже обозначили высоту которая принадлежит только нашим врагам сверху свои елды угрожающе потряхивает какая-то очередная неведомая ебаническая установка причем на месте пилота там никто не сидит она видимо все таки это автоматическая неуправляемая там там есть кресло пилота но она видимо там так для красоты то там туда экскурсии наверно устраивает биочип бэкмана в вашем рюкзаке он управляет вашим инвентарем и постоянно пиздит деньги у вас из кармана отлично 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 что нам собрать говно трофеи да это хлам какой-то ёпта теперь вы можете купить апгрейды со а он сон он живет в рюкзаке еще со мной торгуется сидит да еще не что-то покупать должен о может снайпера можно прокачать апгрейд микрамины то чем я как раз не пользуюсь понятно тут на шедевраль тих как как дверь открыть установленная микрамина будет отмечена охуенно ах вот он ах вот зачем она нужна с помощью нырков можно уворачиваться от пули гранат ну во первых надо с помощью нырков уворачиваться уже во вторых перепрыгивать что-либо довольно странно перепрыгивать какие-то щели в позе рыбки микробины можно оставлять качестве лаушек выстрелить к микромин я ебу на голову кнопку это делать это пиздец так настроить управление где-то микрамины просто классно микромин у меня работают на кнопку и нибудь чё за е давайте вы на кнопку т гулять микромин и да 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 чё сделал вот я заложил заклажи заложил какая какашка подобную микро ох как он как он взлетел обалдеть ради того чтобы охуенно как господи ну и управление в этой игре строй того чтобы бить одного чувака я тут мину закладывал хотя мог бы просто в башку из-за поворота выстрелить ему не ебать как говорится отлично профессиональный бросок гранаты с рикошетом от стены хорошо что рядом не было союзников из режима прицела тоже не так просто искажен из казино с выигрышем проще уйти чего из выйти из режима прицеливания в этой игре так мы видим мы видим т-15 армата теперь она еще больше стало опять горизонтальная наводка ничего нихрена не работает ну зачем наша задача захватить этот бревномет еще раз поразить этот танк видимо это задание слишком хорошо чтобы дать его за эту игру только один раз захватываем сразу несколько целей как будто это говно может выстрелить два раза подряд не может тогда зачем и захватывал две цели не знаю умная ракета видимо сама выбрала какую цель и ебнуть сначала наиболее важно пока этот танк ведет пулеметный огонь по нашим союзникам умная ракета выбирала какая же турель убивает больше людей чекпоинт найден да ты будешь блять вертеть по сторонам сука здесь можно поставить 800 процентов чувствительности вода сучка 300 процентов это максимум я думаю что это то что надо нет это полное говно при почему почему она так работает сука управление для этой игры просто сам господь сочинял это просто жесть а вот теперь они примерно на одном уровне горизонтальная 300 вертикальная 25 между ними можно поставить знак равно феноменально что найдем вот на чуть найти трофейный пехотинец северян 79 а их еще лутать можно что-то об этом не подумал опять 25 господь убиваются не просто все одинаково как в начале игры присел кинул гранату троих ваншотнул дальше бежим еще наши три близне главное почему-то главный герой не уникален в этой игре не все на него похоже уникальный были его друзья которых уже убили он даже подергивает автоматом когда тут говорит по-моему рук имеет внешность актера щербакова только покрашена в синий цвет хелм дал вам чертежи нового типа гранат помощью диджи поди прикажите бэкмэну сделать обгрыбля ебать на хуй чушь так все сложен то заглушающая граната давай еще и грата груша от врагов вводит из строя электронику вауе теперь я могу дверь открыть до все для этого только к ним подбежал подожди надо же залутать это же для апгрейдов жизненно важно вот это вообще что-то блять мега важно очередно очередной елдак привез еще троих долбоебов почему это все время по трое ездят украли бы чертеж наши газели ездили бы толпами ты чё бессмертный что ли непонятно он хотел чтобы я его именно и снайперки уж отачил у вас заканчиваются были комплекты и чё делать надо немножко проебал обучение в же плане наверно да в джетпаке заказать все патронов епта шедевр потрясающий хакинг эйден пирс блять от зависти бы повесился просто нажмите гэш чтобы выйти выбор режима гранат блять я выбрал я не выбрал я их выбросил нахуй отлично заебись играть с таким лять управлением албанским я думаю что я и обычными гранатами просто всех убью да и все я даже без гранат всех убью и все нахуй не нужно гранаты ваши блять выбор гранат это такая стационарная турель сука нагибай наверно тогда это была охуенная новинка в то время все таки у нихуя здесь можно стационарную турель сесть аппликаторы какие-то пошли в жопу чуть такой однообразие уровней просто поражает воображение здесь интересно хоть помещение кинь будет или вот так и вы поэтому в этой пустыне скакать мы мы выполнили сложнейшее задание мы вышли в тыл троим долбоебом которых можно было так убить одной гранаты по-прежнему висит обучение чтобы я зашел в меню выбора гранат которыми нахрен не нужно у меня она даже не включается причина этот выбор гранат блять потому что у меня их наверно нету следующий вид гранат это г оказывается еще хуй там вот теперь сага бросать на гранаты на что следующий вид гранат будет на ты блять это все мега все удобнее и удобнее становится господи так осколочная граната заглушающая граната и тех и других у меня естественно нет смерть коробки почему-то он не хотел только что город бросать гранату куда надо дальность броска граната у него просто как у дистрофика блять мне кажется иван гамаз бы дальше камень бросил блять чем этот спецназ из гранаты заглашающая граната показала себя с лучшей стороны просто на нихуя не сделала мне кажется она и не создана для того чтобы чтобы что-либо подрывать она носит исключительно эстетический характер а он не может бросать гранату из-за укрытия вот он эпичнейший бросок блять трусами зацепился за этот кристалл и не мог просто выйти так блять может мы взрывной гранатой просто и и обнимать да блять она вообще нахуй не убивается пошла на нахуй тогда я просто обойду блять здесь все но задание это стоит помогу уничтожить эту эти говенные херовины смотрите смотрите да как и как и и блять наказываю о осколочные гранаты я все-таки раздал до раздолбала то есть все-таки надо было осколочными то есть нахуй мне это было обучение про типы гранат если отлично на каждую такую залупу надо гранат просто немеренно потратить чтобы она сдохла у меня уже крафт крафтить нечего не из чего у меня все закончилось дальность а дальность броска гранаты управляется не мышкой а клавишами ходьбы вот только вот это говно активировали жмете вперед придется облутать облутать своих ой как кучно легли молодцы просто братская могила после после лутания трупы удобно исчезают чтобы не отвлекать мое внимание видим больше взять аптечку и одну осколочную гранату на которую не хватает ну я могу сделать заглушающую с другой стороны у меня написано что одна заглушающая граната есть на самом деле у меня их нет у меня в бэкмане живет маленький наебщик просто с врагов я заметил лута выпадает больше чем союзе да вы потеряли лоу рога поэтому война проиграна нахуй начисто блять куда уж там без такого мощного бойца блять чувак извини но надо тебя добить нахуй облутать не очень нужно мне очень нужно то что у вас карманах пацаны я понял нам надо все вбивать в акции осколочный гранат только так можно победить да да пошел ты в жопу блять они не отключаются по вашим ебланским советом хочу еще заметить что при том что бросок бросок гранаты баллистический он на самом деле не может перебросить камень мои союзники не стреляют по этим шариком блять а шарики просто ебашат блять пиздец нахуй мне вообще эти союзники если они ничего не делают они даже на себя огонь не отвлекают сука беспонтовые уебаны блять и эта армия планирует захват планеты я ебу они даже блять дурдом бы не захватили никогда дебилы мне кажется что миссия где надо убить вот это говно она просто непобедима я только хотел за родину за сталина речь толкнуть меня просто опять что в этой ебанутой игре невозможно кидать гранаты из-за укрытия поэтому остается только блять закрывать грудью амбразуры нету спринта ничего нету блять как в эту хуйню играть вообще можно это пиздец вообще откуда они взялись это ёб твою мать ёбаный в рот они чё блять с неба прилетают что ли то просто охуеть зачем этим дебилам блять нужны какие-то танки блять какие-то турели огромные просто ебашьте всех вот этими шариками да и все это как фильме тихоокеанский рубеж где блять инопланетяне и башились нашими кораблями там в честную а потом выпустили какие-то пилы которые просто распиливали все живое чё они с этого не начали каждое попадание пули блять в рога который не потрудился даже блять бронежилет надеть наносит просто безумный дамаг до 2 убили но как насчет того что надо крафтить еще гранаты еще аптечки надо еще шарики сбивать же я думаю что настало время снайперки да о ловчился ёпти подойдем поближе а то расточительство гранат карается смерти такое ощущение что гранаты блять только у меня в этой армии остальным дебилам их не доверили лично все я сделаю это еще одна именно то что я хотел увидеть после как от нее гранаты отлетают очень здорово все я зачистил зачистил пляж от не убиваемых просто я нагнул ненагибаемая блять еще никогда не угадаешь в какую сторону начнут трястись руки у рога блять вверх или вниз пошел ты нахуй блять господи просто полная хуйня хорошо что этот долбодятел стреляет сука залпами да на гранату у меня больше нету не из чего больше крафтить ну сейчас под вот эту боевую музыку мы походу просто блять порвем их впереди много врагов чтобы получить преимущество из укрытия мне эти советы блять ябланские до конца игры наверно давали охуя на я укрылся я гений укрытия блять просто чем мастерский укрылся крылся как как боженька просто меня дланью накрыл своей укрылся пиздой накрылся говно сука ну и игра я представляю блять того человека как от лицо того человека который на нее еще когда деньги наверно потратил купил дисочек принес домой думаю сейчас я буду играть в эту охуенную игру про десантника спецназовца охуенного пацана включает блять а тут такая залупа что блять не гранату кинуть не снайперки выстрелить ничего невозможно блять какие нахуй хэдшоды радуйтесь что вообще прицел состыковали хоть с какой-нибудь частью тела блять этого врага блять а гранатах можете уже забыть до конца игры наверно блять ресурсов не хватит их скрафтить теперь кстати вертикальная наводка работать перестала да как и горизонтальная как вообще любая в этой игре надо было вообще заставлять штыковую в этой игре сражаться это было бы намного удобней трофеи пехотинцев северян они как бы 50 раз больше чем трофеи из наших наших земляков что как бы доказывает что мы мы на этой планете в роли агрессивных нищебродов у нас нихуя в карманах нету поэтому идем в атаку отбирать отбирать землю матушку у тех у кого хоть что то есть 1300 трофеев вообще просто труба может пистолет его вольнуть о хэдшот вообще классно я не знал что есть вот на игре кажется имеет смысл целиться хоть это и очень сложно мне не дали облутать как бы чтобы я наверное просто не охуел от такого количества мне кажется на его месте должен был труп врага лежать вот он смотрите как он ноги задрал как будто газету читает вот чтобы я не зажрался а этот право ласточкой помер было бы хорошо закинуть то гранату и похилятся а и патронов меня нет охуенно бросил гранат потому что у меня палец жмет сразу на две кнопки блять это лучше пошла да будем считать что это было швето швето шумовая блять они не ослепли не оглохли правда сне еще было бы забить чтобы вот это мой мудрый ранец до который мне патроны крафте чтобы он еще лечил автоматически виде что я помираю было бы с его стороны очень любезно но видимо он сверхурочно работать не собирается проще всего целиться здесь ходьбой на самом деле когда бежишь из стороны в сторону и поливаешь больше шансов хоть куда-нибудь попасть чем если будешь целиться тупо мышкой перезарядка тоже здесь срабатывает только с десятого раза бонзай джеронима ёпты бля двойной укол в подмышку пожалуйста хоть в разные бы кололи там наверно уже уже наверно больно блять знаете как когда уколы в задницу прописывают там блять штук 100 нахуй уже жопа вся опухнет для в шишках каких-то все сырой еще туда уколы загоняет еще рамля чё надо сделать взорвать эту херню непонятно чем не взрывать а наверно нам нужно еще еще гранаты и гранатами взорвать вот эти вот электрические хреновины давай бросок от бога не подведи нет да наверно надо заглушить для чего то же нужны эти ёбаные заглушающие гранаты и мы видим что если они нужны то точно не для этого не так вот вот что нам надо с помощью микромин можно уничтожить да мы играем ёбаными варварами мы все уничтожать пришли микромин и уничтожить блять никакого взлома до чтобы эта пушка за нас воевала не успел я отойти как блять раздался ядин так как она так угарно развалилась снова в позе срущик там у кого-то даже елда свисала по моему ну а теперь самое простое вплавь три километра пацаны в полной выкладке айда у них внезапно оказались катеры я заметил что у врагов всегда много всяких здесь приблуд примочек техники то время как мы играем какими-то туземцами которые непонятно где нашли автоматы блять и с голым торсом бомбанул пердак все-таки все конец игры рог поплыл по течению даже после смерти он плывет в атаку смотрите хорошо течение сторону врага тут мы видим дико прорисованный нос лодки на которой не хватает растра виде расплывающих крылья валькирии видимо стоп мы сегодня съедим вот этого как он понял что он жив помните фильм титаник там вообще людей веслами тыкали чтобы понять жива не или нет там свисток надо было свистеть два часа чтобы тебя услышали а здесь чувак просто проплыл потолы горит мы вот этого короче забираем заткнись ты вообще блять автомат дать а рюкзак тоже никто не спрашивал тут я решаю поскольку у меня только есть две ноги блять и я и я решу куда мы пойдем я думаю хватит честно говоря эта игра просто она блять энергетический вампир я в нее играю я хуеваю сколько как сильно она вытягивает из меня жизненные силы потому что это настолько все тупо и убого даже по меркам древности вот вы говорите что но тетя мотя блять низкосракая хуя из жопу нарисовали оси ебать такая вообще тихо сколько детей остались без силиконовых игрушек вы посмотрите вообще порно дива такая приехала и она еще маршал тут какой-то да смотрите вот у нее у нее ноги даже вместе не сходятся она шагает так как будто у нее там яйца какие-то болтаются так ну что тебе укольчик или расческу так вот этот вибратор называется маленький шалун вот это называется большая берта ну что жопорасширитель господи какая игра вот вы говорите что звездный десант голимая игра но там хотя бы прицелиться можно вы блять вот эту хуйню поставьте и попробуйте пострелять в этой игре где вообще ни влево ни вправо никуда не двигается прицел да это стоило показать слоумоушене базара нет это наверно стелс миссия убийственный удар как будто я знаю на какую кнопку убийственный удар проводить это два убийственных удара даже по моему двойной убийственный труп прятать я сомневаюсь что можно в игре 2000 какого-то моно года до рождества христова наверно гуннера можно оснасти глушителем привет кризису глушитель заодно видимо и калибр увеличила стелс миссия тихужная кстати в этой вот в этой миссии прицел стал двигаться гораздо лучше чем в прошлый наверно потому что игра поняла что здесь надо точно стрелять в голову наверно первый стелс моей жизни который более-менее получается колобочком колобочком хоп интересно почему почему наши войска не проводят здесь операцию заставляет меня ходить одному интересно почему эти слова доходят ходят это либо сапоги болотники либо знаете такие больше похоже на сапоги шлюх там западных из фильмов восьмидесятых годов там из каких нибудь там ну вы поняли короче да я не знаю как они называются высокие шлюшки сапоги такие да да надо заметить что у их армии довольно странная униформа тебя наша армия нам даже блять футболок нахуй не сделала он с голым торсом бегаем офигеть рэмбо нашлись сине морды все пиздец короче прицел опять опять перестал работать опять лево право нихуя какая чушь а я понял надо остановиться только тогда у тебя работает лево право когда ты ведешь или бегаешь у тебя все чем быстрее ты бежишь тем меньше ты можешь поворачиваться это просто феноменальное решение блин в мире игр потрясающе это это убитые встали или новые вышли чуть понять не могу стреляет какой-то дикой рикошетной гранатой до лифт взорвать чтобы не были я думал что мне надо на этом лифте поехать но видимо надо его за а вот его вызву вот теперь я видимо могу а где кнопка в этом лифте как 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 они куда-нибудь едут shift проникнуть а при не приникнуть наху я иконка резервуара пробитый резервуар какой нахуй взор это пробитый резервуар о чем вообще речь черт это жесть стоящая мутная мутная как кожа главного героя игра просто вообще нихуя не понять зачем они забрали нашего первого попавшегося пехотинца на вскрытие в такую жопу мира посадить какая здесь огромная база и да не вообще ничего нету она голая тут какие кстати ты ящики в которых непонятно что лежит их непонятно зачем же опять-таки охраняют и больше здесь вообще ничего нет нет какие-то входы входы какого-то очевидного выхода контроль на есть дамба это порт они отсюда вылезу ну понятно надо теперь где найти кнопку и опустить это говнище а вон катер может здесь на катере поездить это спасет туда эту игру сразу же солдаты на этой базе напоминает мне офицеров офицеров имперских штурмовиков патроны кончились крафт патронов особенно доставляет непонятно почему нырнул зачетно прям без брызг непонятно почему нельзя все таки запрыгнуть запрыгнуть на катер нельзя что мы будем теперь делать от проще отращивать жабры естественно все я считаю что хватит с меня этого оружия труппера это ужасная игра это по любым меркам ужасная игра давайте даже среди древних игр была такая классная игра как с iphone фильтр где это удобнее было все это сделать делать и стелс миссии там были намного интереснее вообще игра была на втором playstation на первом playstation даже она была там даже настолько древний что там человек блять это куча сложенных в единое единое месиво пикселей напоминающих только членистоногое создание какое-то здесь игра уже более-менее с графикой да с iphone фильтр прязом не валялся но это просто жесть такое ощущение что и русские делали серьезно такой геймплей блять просто невероятный это наверное самая трэшовая игра за всю историю рубрики ваших игр серьезно я не знаю есть че есть ли человек который эту игру прошел напиши хотя бы в чем тут суть суть сюжета хоть была все ну и можете вы тоже написать что об этом обо всем думаете вообще пишите жмите ну и вон нахрен